На одну чашу весов складывались вот такие гильки. Посмотрите, какие они микроскопические. Они брались пинцетом. Здесь миллиграммы, не граммы. Точно как в аптеке, это придуманная не на ровном месте метафора актуальна во все времена. Ведь, как известно, все яд и все лекарства. То и другое определяет лишь доза. Но все же в работе фармацевтов за полторы сотни лет кое-что изменилось. О том, какие были лекарства два века назад, при помощи чего они изготавливались и во что упаковывались, можно увидеть воочию в Красноярской аптеке номер один. Для всех людей аптека – это лекарственные препараты, которые изготовил завод. Это готовые баночки, таблетки. А аптека начала 19 века – это мензурки, флакончики, коробочки. И все тогда делалось ручками. Заводов тогда не было. И все это изготавливалось аптекарем вручную. Причем аптекари – это были не бедные люди, потому что некоторые инструменты стоили очень дорого. В аптечной коллекции можно пронаблюдать эволюцию многих инструментов и приспособлений для изготовления лекарственных препаратов. Например, все варианты ступок, бронзовый, фарфоровый и самые дорогие из агата. Или вот приспособления для изготовления свечей, которые в начале прошлого века делали только вручную. Вот эта форма для залива. То есть ее нагревали и заливали сюда в форму. Потом давали остыть. Давали остыть. И потом уже разымали и получались свечи. Раньше бутылочки для лекарств были хоть и не очень удобные и привычные для нас, зато красивых форм. Как сейчас для парфюма из серии «Дорого-богато». Что свидетельствовало о том, что лечиться лекарствами из аптеки было не самым дешевым удовольствием. Да и вообще все, что связано с фармацией, было эстетически привлекательным. Весьма солидная упаковка для лекарств, на которой герб, красивый шрифт, да и почерк у врачей 19 века аккуратен и вполне читаемый. Это рецепт, с которым приходили больные в аптеку. А с обратной стороны уже фармацевт сделал отметку о том, что он приготовил. То есть вот это вот полный документ, который был работал. Причем, смотрите, бумага довольно-таки хорошего качества. Здесь в аптечном музее можно составить представление о том, чем лечились когда-то. Ревеневый сироп – прототип слабительного средства, растущего многих на огороде, как сорняк, ромашка, долматская. А если точнее, пижма, используемая по легенде против насекомых даже Александром Македонским в походах. Надо сказать, что аптека-1 сама по себе почти музей, в котором путем бережной реставрации сохранена эпоха. Построенная еще в 1902 году во времена Российской империи при Николае II здание как аптека, в 1920 году после революции была национализирована и названа первой советской аптекой. Это уникальный случай, когда вот объект, построенный как аптека, прошел многие десятилетия, смену властей, там, многие какие-то перипетии и остался аптекой. Сюда вот, как многие десятилетия приходили люди со своими там болями и печалями, здесь им оказывали лекарственную помощь. Как писал врач и писатель Антон Чехов, наука и лекарства с годами меняются, но аптечный запах вечен, как материя. Его нюхали наши деды, будут нюхать и внуки. Тут и правда, не поспоришь. Наталья Кичина, Данил Мамонтов, Новости ТВК.